В Краснофлотском районе открылось отделение Центра патриотического воспитания. В нем молодежь будет изучать военные науки, заниматься спортом, получать жизненно важные знания. Например, как забить гвоздь, как что-то отпилить и даже починить кран на кухне. Подробности в сюжете Павла Егошина. Отделение Центра патриотического воспитания появилось в доме на улице Зои Космодемьянской, 25. Здание долгое время пустовало и ему нашли достойное применение. Порядка 220 квадратных метров помещения. На ремонт помещения ушло около 4 миллионов рублей и порядка полутора миллионов рублей ушло на материально-техническое оснащение. Торжественно открыть отделение Центра патриотического воспитания прибыл мэр Хабаровска. Для начала он посетил кружок реконструкторов. Оружие это было создано в 1891 году, то есть при царе, в царское время. И в царское время калибр мерился по трем линиям, и поэтому трех линейках. И чтобы попасть на вооружение, винтовка Мусина прошла конкурс 150-й ружья. В другом зале Центра занимаются рукопашным боем. Ваша задача как можно больше детей привлечь. Сделаем. Пусть здесь будут, чем где-то. В секциях отделения Центра патриотического воспитания могут одновременно заниматься более ста детей. Если мы сегодня с ними не будем заниматься, не будем рассказывать, не будем приобщать к жизни, именно к общественно полезной жизни, то у нас не будет смены, у нас не будет того поколения, которое придет и будет заниматься городом, заниматься производством, заниматься спортом. В Центре будут заниматься моделированием военной техники, изучать историю. Плюс к этому здесь появится пацанский клуб. В нем научат и гвоздь забить, и кран на кухне поменять. Основная задача пацанского клуба – стать площадкой для отцов, дедов, наставников в передаче своего жизненного опыта по достающему поколению. Отцы учат делать первые авиамодели, то есть точно будет авиамоделирование, будет курс по фотографии. На занятия в новый филиал Центра патриотического воспитания уже записались сотни юных хабаровчан. Интересно здесь, руководители объясняют очень хорошо, по крайней мере. Общий язык легко найти. В Центре будут проходить семинары в неформальной обстановке. Для этого здесь создали отдельную комнату. Павел Игошин, Евгений Власов. Смотри Хабаровск.